Христос Воскресе! Здравствуйте, дорогие союзники! Я предлагаю вашему вниманию вторую часть встречи с сопредседателями регионального штаба Культурного фронта России Александром Кирданом и Евгением Бунтовым. У каждого из них есть целый ряд регалий и званий и наград, но я не буду сейчас это все перечислять. Думаю, что перейдем сразу к разговору, а точнее к поэзии. Александр Борисович, у вас есть поэтическое высказывание, которое, думаю, очень хорошо обозначит тему второй части нашей беседы. Воистину Воскресе, уважаемые телезрители, мы говорим о самозащите души, термин, который родился у Евгения в годы афганской войны, но который применим к любой ситуации, когда человек находится на грани жизни и смерти, когда он пытается своим творчеством осмыслить, переосмыслить ситуацию войны и сохранить себя в первую очередь как человека. Как хорошо, что мы пока что живы и что над нами не грохочут взрывы, что выходя гулять в соседний сквер, заложенный еще в СССР, мы не наткнемся невзначайно мину и снайпер нам не всадит пулю в спину, и не висит над нами враг незримый, ударный беспилотник, например. Но есть у нашей тишины цена, которой год сражается страна, и уповая, в общем-то, на Бога, мы, если речь вести об этом строго, с тобой мобилизованы. Война живет у нас болью всех, кто под прицелом, или сейчас в подвале под обстрелом, чья чаша горя не имеет дна. Ведь тот, кто жизнь хоть каплю понимает, беду со всем народом разделяет, и знает, что покой у нас в тиши оплачен кровью, подвигом души тех, кто сегодня на переднем крае, и тех, кто с грузом с ним сейчас спешит, кто крест Христов воздев, как будто щит, небесный строй на помощь призывает, кто вещами и песней, и стихом, которые встают, как в горле ком, слезами наполняет Божьи вежды, там в ушине, где все слова слышны, мелодии цветения и весны, их возлагает на весы войны, чтоб, как уже не раз бывало прежде, надеждой наполнять России сны. Спасибо, Александр Борисович. Спасибо, Господи. Стихи рождаются именно иногда от бессилия. Я не знаю, Женя может не согласиться со мной. От бессилия, что ты мало чем можешь помочь. Только вот этой каплей слова, песни, доброго дела, возлагать на весы войны, свою судьбу, жизнь, чтобы как-то помочь ребятам, кто сегодня за ленточкой. Похоронка опять, молодой. Снова сердце удар пропускает, снова с матерью вместе с женой неподатливый воздух глотаю. Неродной, незнакомый, чужой. Отчего же душа наизнанку? Он не первый уже, не второй. И я всем им, жена и мамка, и я всем им сейчас сестра, что молилась и днем, и ночью. С ними вместе я умерла, чтобы снова родиться дочерью, чтобы снова учиться жить за мужей, за отцов, за братиков. Жизнь мне ласковую любить за себя и за тех солдатиков. Кажется, что иногда нет сил, не знаешь, чем помочь, но сопереживание, вот это главное чувство, которое сегодня нужно, если ты сопереживаешь, вот я убежден, что это помогает. Вот как говорят, да, молитва матери с одноморья поднимет. Вот то же самое, если ты сердцем участвуешь во всем этом, неравнодушен, ты, вот, я не знаю, своей энергией, чем-то своим помогаешь, там я убежден в этом. И сопереживание, а следующий шаг – это уже молитва. На войне молиться, но вот говорят, да, неверующих на войне не бывает. Всяко, наверное, случается, но в основном это правда. Женя, на войне и о тех, кто на войне. Вот из моего родного Коркина сотрудник библиотеки, носящий мое имя, ушел в зону специальной военной операции. Он, человек с не очень сильным зрением, в очках, но ушел в струмовики, и я просто в перечень тех, о ком я молюсь каждый день, я включил его имя, и давайте вместе помолимся, чтобы Господь сохранил раба Божьего Павла, помог ему выполнить воинский, воина Павла, помог ему выполнить воинский долг и вернуться домой благополучно. Поэтому я считаю, что вот и это тоже. Молитва, стих, песня, это все ложится на чашу весов, решающих судьбу и человека, и страны. Евгений Владимирович, мы уже рассказывали эту историю в эфире, и все-таки я попрошу вас вернуться к тому моменту, когда вы, некрещенный комсомолец Евгений Бунтов, боец-десантник, поняли, что вы нужны Богу, и Бог вам нужен. Вот это был очень яркий момент. Ну, вот, был очередной жуткий обстрел. Да, я очень хорошо помню. Много забыл, но вот этот эпизод я помню очень ярко. Мы сидели в окопе, рядом Витек Погребняк, вдвоем мы сидим, значит, просто на дне окопа, спиной к горам, с преобладающей высоты, оттуда идет жуткий обстрел. И вдруг, значит, шоркнув по брустверу, между нами на дно окопа падает выстрел от гранатомета. И это все происходит, знаете, как в замедленном кино. То есть я вижу прямо, вот он падает, и губы у меня произносят, Господи, помилуй. Потому что явная смерть. Для меня было это странно, потому что этому неоткуда взяться. Ну, я уже анамнессо писала. Комсомолец, десантник, непрещеный. То есть обычный советский солдат. Вот, 18-летний мальчишка. И откуда это вот взялось, граната не разорвалась. Значит, и я начал размышлять об этом. Начал обращать внимание на те обстоятельства, которые вокруг, и начал, в общем, прибегать к этому, как к приему, скажем так. Потому что жить хочется. А когда у тебя и гильзы стреляны в кармане, нет. То есть что ты можешь сделать? Вот у тебя идет вот это вот. И к концу службы я понял очень такую, может, она покажется странной мысль, что вся жизнь – это разговор человека с Богом. Сама жизнь – это разговор с Богом. И разговор его с тобой. И через людей, через обстоятельства, которые вокруг тебя складываются. Он что-то хочет. И ты, влияя на эти обстоятельства, то же самое с ним ведешь этот диалог. И это работает. И ты начинаешь это понимать. И поэтому, когда я вернулся уже, я окрестился вот в нашей Ивановской церкви вот сразу после службы. И вот тогда вот и сейчас, наверное, до сих пор этот путь веры, бесконечный путь, вся жизнь – это путь веры. Он идет. Вы уже несколько раз ездили за ленточку. Ну, четыре раза ездил, да. Вот. Давали концерты, какие-то беседы, какие-то встречи проводили. Вы эту историю рассказывали? Нет. Зря. Ну, там не всегда складываются обстоятельства так, чтобы… Как вообще проходят вот эти встречи, беседы, концерты? Вы знаете, вот вообще «Концерт фронту» так называется этот проект. Мы его первоначально назвали еще когда шла чеченская кампания. Мы собирали гуманитарку. И вот тогда культурный центр «Солдаты России» родил этот проект «Концерт фронту» по схеме фронтовых бригад Великой Отечественной войны. То есть творческие ветераны со своими инструментами. Мы приезжали к нашим уральским полкам в зону боевого соприкосновения на Северном Кавказе. И выступали. Это больше походило на концерты. То же самое у нас получилось в Сирии. А здесь, понимаете, когда я приехал, вдруг я понял, что я как отец для них. То есть когда комбатка мне говорит «Дядь Жень! Дядь Жень!» А я понять не могу. Я-то по-прежнему… Вот я в бронежилете, в камуфляже. Я точно такой же, как они. Вот в зеркало смотрю и понимаю. Я ведь точно дядя Женя. И они молодые. Кто в сыновьях, кто младше. То есть я уже такой… Уже скоро дедушка Женя, да. Ну я дедушка, да. Но немножко это грустно осознавать. И у нас получались… Начали получаться не концерты, а какие-то беседы, понимаете. То есть мы сравниваем войны. Казалось бы, невозможно сравнивать. Можно сравнивать. А человек на войне, его можно всегда сравнивать. Он не меняется. Да. Со своими надеждами, болячками, страхами, героизмом. И вот мы сравниваем стихи, песни. Все это перемежается, чтобы национальный уровень увязывал. И очень это важно становится. То есть один ветеран рассказывает, старый ветеран рассказывает молодому ветерану. Это очень важно. Пожарный армонтовский дядя. То есть никакой дядя, ведь аром Москва сожженная, пожаром французу отдана. История войн и взаимодействия людей разных, защитников отечества разных поколений, она выработала вот эту традицию. Старый боец бывалый рассказывает молодому, а как мы. И это все получается возрождается. Понимаете, это важно. Живую эстафету ты передаешь. И это здорово. И мне очень хочется добавить, что в рамках Культурного фронта России, где с Женей мы, так сказать, вместе с нашими товарищами Юрой Куксиным, его офицерским трио, другими участниками боевых действий прежних лет, эту традицию продолжаем. Она не только осуществляется концертами и встречами, вот такими с бойцами за ленточкой, но здесь в госпиталях ветеранов войны, в окружном военном госпитале, в госпитале МВД проводятся такие встречи. Вот только эта офицерская трио в рамках Культурного фронта России ежегодно более 100 таких встреч и выступлений. Это такая большая работа. Вот если можно, подводя итог, хочу поделиться некоторым таким ощущением от вашей деятельности. Вот правильно вы сказали, это диалог человека и Бога. И если сейчас Господь вынужден говорить с нами и объяснять нам какие-то вещи, которые мы не хотели понимать в мире сытости и комфорте, языком войны это мы его довели, значит, должно меняться здесь, внутри. А чтобы менялось здесь, внутри, нужны вот эти стихи, нужны песни, нужны свидетельства людей, которые любят Родину не за деньги, не для славы, а потому что им Богом это дано, потому что они чувствуют ответственность перед Богом, перед своим народом, перед своим Отечеством и, в общем, помощи Божией вам в том, что вы делаете. И телеканалу «Союз» от нас ответный поклон, потому что вы одна из немногих телепрограмм, которая уделяет внимание людям, находящимся на линии борьбы добра и зла. А сегодня там, за Леночкой, схлестнулись добро и зло. Они и здесь схлестнулись. Здесь не видать нам огня войны, а там ведь братья, а там сыны. Стреляют в грады, горит земля, а здесь дебаты, а здесь ля-ля. И бьют ракеты по городам, но это где-то, но это там. Какие буйны, какое зло, ведь здесь спокойно, у нас светло. Там мрак укрытий и детский плач, а здесь, простите, элитный срач. Поются краны, сладкоголос, герои дивана кроватных войск. Там запах смерти и кровь из рана, а здесь концерт и балаган. Где пропаганда, а где война? А мы и правда одна страна. И здесь тоже, конечно. Ваши эфиры, конечно, они стимулируют людей, побуждают их больше творить. Потому что, когда они понимают... Вот сидит бабушка возле печки в деревне своей, у нее смартфон есть. И она может записать стих. И когда ты ей говоришь, что ваши стихи увидят на 81 страну мира, многих это вдохновляет. Это важно очень. То есть ты не просто для себя это записал. Люди все остальные должны это увидеть. Я помню, как рассказывал просто горячо любимый мной Игорь Растеряев мне во время одного из первых наших эфиров. Говорит, вот, после того, как меня по Союзу... То есть у него были миллионные просмотры. Уже была народно любимая, известная песня «Комбайнеры». Уже была «Русская дорога», «Георгиевская ленточка». Но бабушки с Волгоградской области тогда его признают. Скажут, я по Союзу показываю, так ты реально артист. Вот, вот это было, да. Так что да. Хочется поблагодарить вас таким вот телеканал «Союз», таким вот нашим вемпелочком культурного центра «Солдаты России». Ну и от нашего дома, вашему дому, книга «Здесь начинается Родина». Спасибо от души. Спасибо. Вот такие пасхального цвета подарки нам с вами, дорогие союзники. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин